Это мой дедушка, которого я никогда не знала, но я всегда о нем помнила. О том, каким был ее дед, Ольга знает только со слов матери. Поняучись внуков, молодой мужчина с фотографией не успел. В 41-м рядовой Михаил Сосновцев ушел на фронт и не вернулся. 73 года его считали пропавшим без вести. Мама всегда-сегда мечтала найти могилу своего отца. Это была ее прям заветная мечта. Маму Ольги весточки об отце так и не дождалась, но его останки все-таки нашли. И сегодня их вернули на родину. Михаила Сосновцева провожают последний путь как героя всем поселкам. Среди тех, кто приехал проститься с погибшим солдатом, активисты поисковых отрядов. Этим летом они вели раскопки под Смоленском. В маленькой деревне, где шансов найти останки почти не было, металлоискатель остановил их у старого дерева. Нашли металл, а металл это пуговица была, пуговица и монетка. И вот, идя по следам этого металлоискателя, подняли, начали копать и подняли солдата. Проросла через него сосна, ель, не сосна, ель проросла рядом, неподалеку совсем от кладбища. Поисковики, почти уверенные, рядового Сосновцева закопали в общей братской могиле. Предполагают, что погиб он либо в разведке, либо при отступлении. Вместе с пуговицей нашли еще несколько вещей – монеты, мундштук и зеркало. Дедушка был стрелок у нас, и это зеркальце, возможно, ему как-то помогало. Заржавевшие от старости вещи теперь семейные реликвии. Кстати, именно семья Михаила Сосновцева и настояла на том, чтобы его похоронили именно на сельском кладбище. Поселок Новый Бурас и его родина. Здесь покоятся его жена и дочка. Жанна Гольцова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.